Всем привет! С вами Радио 3 Павел Леонид Николаевич Дрополя Вот тут сотовая вышка Там заправка Роснефть Мы находимся в окрестностях теплого Если что Там пятак Очень удобно для фуры ездить Там очень удобно бросить машину За спиной лыжня Ну как лыжня Там фура стоит, как раз там остановка Метров 500 я пробелил Цель попасть Вот туда Как раз Прям между веревками палки Вот там Наша полевая позиция находится Не знаю, доползу не доползу С непривычки Сто лет на лыжах не стоял Вроде получается Но поземка такая, что Кажется вроде плотненько Вот сейчас я даже стою, да, вот нормально Вроде плотненько, а на самом деле Жопа Три шага делаешь Вот эта поземка сразу проламывается И все И И Алис Приходится ползти Где-то по щиколотку в снегу То есть Лыжню накатывать надо А это все-таки Лыжи такие Ну беговые, можно сказать Наверное, я лоханулся Когда их покупал Но Мысль-то была как раз именно бегать В том числе и по лыжням Но тем не менее Вот Хочу пока Прекрасно понимаю, что Тяжело будет Цель сейчас вот Идет лэп Сколько там? Триста восемь, наверное Да, три фазы вижу Вот до нее сейчас Вдоль нее там дорога Мы туда и на полевую позицию Так подъезжаем Всегда вот с дороги съезжаем Вот возле МЧС-овской вышки Ретранслятора Вот Туда-туда-туда-туда-туда-туда И там поперек Пересекаем Вот Но вот сейчас цель такая Что хотя бы добраться до дороги Может быть там С осени Перчатка упала С осени Добраться С осени Утоптано может быть Вот я постепенно к ней приближаюсь Сейчас до нее дойду И Вариант Первый Ну, грубо говоря Два километра для первого раза пойдет Вырваться вот туда Если что По дорогам Ну, плюс-минус по дорогам Лэп идут вдоль дорог Грунтовых Вот Ну, а пока Дойти до перекрестка цель Движемся Трек бешу Без перчатки тяжело Метров пятьсот А, ну это С меня вода летит Конденсат Чего-то нажалось Это там пятьсот метров Наверное Прочисал я даже чуть больше Больше четверти Пройдено То есть больше половины туда Осталось еще три четверти То есть дойти И вернуться Проваливаюсь По щиколотку иногда Идти тяжело В основном в гору Тут Вот так вот непонятно Да, ну видно, что Очень далеко видно То есть я поднимаюсь в гору Непрерывно То есть, ну Мы же не дураки Позицию оборудовать Где-то в низине Она на вершине Находится Холма Приходится в гору лезть Без лыжни Без ничего Очень трудно Особенно когда сто лет На лыжах не стоял Но Ничего Шевелимся Дойду На радио 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 3 Павел Леонид Николай Прием Радио 3 Павел Леонид Николай Делать Радио 3 Павел Леонид Николай 5 9 5 9 Долку принимаю На приеме Слушай Тоже очень чисто И здорово Значит Докладываю Средняя скорость Движения Средняя скорость Движения Составила Примерно 3 километра В час Дошел За час 11 Нормально Жить можно Вся борода В ледюшках Я тут только сейчас Понял Когда попытался Пощупать Стряхнуть Думаю Что-то с меня Течет Все борода В ледюшках Оказывается Ну ничего Дошел Тут даже Кстати Можно разутым Ходить Я боялся Сейчас 2 минуты Разутся Ну в смысле Лыжи скину А ничего Нормально Живой Прием Да-да Никого там не было Столик засыпанный Это ты Сильный вопрос Задал Конечно Нет Столик не засыпанный Сидеть можно Вообще Без проблем Вот Ничего Нету Снега Ну и со стола Просто смахнуть Он ветром Продувается Здесь на самом деле Знаешь как Она же чуть-чуть Тут на пару метров В низинке Находится Здесь вот С этого пригорочка Который туда Ну вот Загогульная Это вот Ну понял Туда дальше Короче Вот Эта загогульная Она Получается С нее постоянно Несет ини Вот эта вот Мелкая-мелкая крошка И здесь все В ней Прямо вообще Я последние метров 10 Пытался пройти Очень долго Я по колено В лыжах провалился Прикинь Как этот Как ребенок Приставным шагом Полз боком Прямо Да слушай А так Светы и машины Есть какие-нибудь Ты прикалываешься, да? Нет Хоть понимать Как тебя оттуда Выклевывать А я тебе сказал Что ты Что ты говоришь Это Если что Вызывай Что я тебя вызову Ты на вертолете Пролетишь Ты что Это Кужегеточ Или Шойгуич Как тебя там Не Да хрен Ты отсюда Меня вытащишь Да нет Три километра Нормально Она же на самом деле Я не смотрел Надо по треку смотреть Но я на глаз вижу Я же метров на 20 Поднялся Она же на горе Тяжело сюда идти Обратно Я же практически С разбегу полечу Ну я так чувствую Не я живой Нормально Абсолютно Дойду Сейчас вон Бахну шоколадочку С энергетиком И ништяк будет Прям Да 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 Никого там больше не звал Пока нет Но сейчас у меня руки Подмерзают Все таки Ветер такой противный А так ничего Даже не холодно Рука только Вот сейчас замерзла Родейку держать А так все Отлично Вообще огонь Жить будем В принципе Можно было взять С собой полезную нагрузку Может быть даже Поработал бы отсюда То есть ничего Нормально Приехал Ну ладно Хорошо В общем давай Там смотри Я нахожусь На этой частоте Остаюсь Понимаешь Что за вина Ага понял Ну я тут на Общий вызов На 500 На 500 Поработаю Если что Ну пока сейчас Надо попить немножко Чуть-чуть В себя прийти Отдышаться А то это Борода Я чувствую Течет Не ни хрена не течет Еще чувствуются лидочки Ладно Давай услышимся Принял Но не в поле Все Давай О Работает И связь есть Нормально Да Ну действительно Ай-яй-яй Жуть Ну ничего Я доволен Сейчас отдохну Немножко здесь Я обратно На самом деле Это Чего я тут делаю Это на самом деле Просто знаете Такая ну Тренировка Проверка сил Я хочу Поработать Из аномальной зоны В смысле Поработать Из аномальной зоны Мощно завернул Поработать С программой Раза В программе Раза Как активатор Хочу дорваться До 75.005 Я туда уже Кстати прорывался Причем весной тоже Экстрим Такое еще Весной на машине Туда прорывался Теперь хочу Зимой на лыжах Администраторы Программы Пишут Что такого Еще не было Но Нормально Можно попробовать Кстати Ничего Так это Знаете В качестве Не рекламы А отзыва Что ли Пожалуйста Что за прикол Лыжи Это Ширина Ну и все Такое Все видите Значит Это Как они Правильно Ой я уже Забыл Короче Пластика Дерева Как она Полупластик О вспомнил Мы их Называли В детстве Полупластиковые То есть У нее Сама лыжа Она вот Ну Наклейка Можно сказать Пластиковая Остальное Деревянная Они беговые Они узкие Ну то есть Понятно да Насколько они Уже ноги Вот Это чисто беговые То что Ну на соревнованиях Видно Хотя стоило бы Брать ходовые Которые шире ноги Вот тогда бы Я бы точно Сюда вообще Легко дошел Но тем не менее Все здорово Вот Палки Вообще отлично Тяжело на них Опираться Ну и на самом деле В принципе Нахрена Опираться на палки Но С непривычки Сто лет Я не гонял На лыжах Поэтому Тяжеловато Но ничего Дошел Как видите То есть Ноги помнят Ноги не болят А вот плечи Что-то прямо Вот напряглись Потому что Ну грести приходится Реально Ноги проваливаются Вытаскиваешь себя Руками Получается Ну в смысле Палками Вот Получается Не очень пока Ну а чего я рассказываю Вот видно же Вот я пришел Вот Вот лыжня Насколько она Вот глубоченная Вот Я сюда заходил Вот он след Вот прикиньте О И все Я отаз И вот настолько Вот пощикал Проваливаешься Периодически И вот Вот Я о чем говорю Вот они То есть Брык И все И ниже Чем даже пощикал Какой-то шлепаешься И все И невозможно идти Это вот Из-за того Что Вот Где-то при горке Ну то есть Ну вот Можно понять На самом деле И он отсюда Видно Почему Она вон в низине Вот Тут Я отсюда пришел Ну очень условно Ну вот отсюда Я пришел Вот там Вот в трех километрах Дорога А вон 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 Фура едет Я не знаю Видно Или нет Ну вот Фура ползет Ползет Я надеюсь Попадает Ну ладно Вот Вот оттуда Я пришел Там остановка Вот И надо понимать Если я отсюда Это все вижу Я на вершине Нахожусь И метров 20 Я на самом деле Вверх поднялся Надо смотреть По GPS треку Ну на глаз Да Метров 20 И все это на протяжении Получается С трех километров Ну вот Результат То есть Уклон Постоянно в гору Очень трудно И все это Вот с этой И вот она Вот она Она вот идет Прям видно же Да Вот прям И туда вниз Вот оттуда я шел А вот тут она Вот все И вот верхняя точка Холмов Близлежащих Вот там Там вот она тоже Вниз 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 Мы на холме Находимся Сейчас О И получается Что Очень трудно идти А обратно Будет гораздо легче О Так что так С собой Ну Из полезной нагрузки Ну там еще вода На всякий случай Я брал Мало ли может быть Я думал Будет хуже Значительно Я воды с собой взял Что там Литр по моему На всякий случай Вот Телефон замерз Кстати Тормозит жутко Но я надеюсь Что все снимет Радейка замерзла Чуть-чуть Ну ничего Нормально работает Вот так вот Связались Значит Павел Йот Знак Местный радиолюбитель Вот Что вам еще рассказать Лыжи хорошие Хорошо катят Там где возможно катиться Они катят отлично Вообще То что нужно Вот для любителей Они ничего не стоят На самом деле Я вот весь комплект Вот весь Там за 3 что ли Тысячи взял Ботинки и лыжи Ну ни о чем вообще Лыжи палки Это прям вообще комплект был Вот Так что Очень даже ничего Очень даже ничего Чуть-чуть отрегулировать Лямки на палках По палке Прям отлично По росту Ну я так понимаю Что в современном мире Все стало сильно лучше Чем на самом деле Было раньше Потому что раньше Палки подбирали отдельно Лыжи приходилось Подбирать отдельно И то подбирать Но это такое знаете Слово Выбирать Из того что давали Скажем так Ну то есть Были там полтора Следующие 2 метра Ну все То есть А для подростка Вот там какой-нибудь Метр 70 Среднестатистически Хрен ты найдешь Вообще Но тем не менее У меня были деревянные Широкие лыжи Хорошие Именно для лыжни Для вот такой вот Скоростной Для скоростных спусков Ну такое вот И действительно На них было очень по кайфу Гонять вот именно с горы Вот сейчас бы вот отсюда На этих лыжах Я бы пер и пер На этих посмотрим Все Сейчас Перекусим чуть-чуть Немножечко в себя Приду Отдышусь И в атаку Обратно Пока что Удалось Я вот смотрю Нихрена Она у меня Я не знаю Попадаю Я в кадр не попадаю Вроде не это Не отскакивает Да Ну нормально О-о-о-о Дед Мороз Блин Ну я чувствую О-о Стряхнул все С руки Вот так вот С бородой Стряхнул все И оно обледенело Но на самом деле Не мерзну Вот только вот Вторая перчатка В руках Только руку Ветром обдувает И все А так Очень даже ничего Так что Активация 71005 На лыжах Обязательно будет Там гораздо меньше Расстояния На самом деле Я насколько помню Там километра полтора Что ли от дороги Ну не от дороги Ну что там Господи Дойти до трассы Ага Ветром сдула Балафенко Дойти до трассы Объездной И прям за трассой Вот как я и сейчас Сделал Прям вот с трассы Сошел по пояс Провалился Обулся в лыжи И поскакал Вот то же самое Надо будет Сотворить там Ну там по лесу Правда И я так боюсь Что там вот такая же Ерундень Ну ничего Благо идти в два раза меньше Так что Очень даже Я вот сейчас Вот уже сколько Десять минут Ну да Десять минут Я разговариваю Не холодно Не холодно Плюс открытая местность И мне в спину Ветер дует Капюшон накинуть Будет вообще огонь Ну в принципе да Правильно мне там Посоветовали Возьми что-нибудь Так это под девку На всякий случай То есть если промок Ну внутри Вот я сейчас чувствую Что я не промок Комфортно Кстати за бортом Минус 10 То есть задумайтесь Да Минус 10 Я на лыжах Первый раз Вообще-то я должен был Тут подыхать Насквозь мокрым И случись чего Плакать мамку звать уже Ну нихрена на самом деле Сам себя убедил Вот там вот Вот было включение Да Что я могу не дойти Вот И скорее всего На полпути сверну И вернусь назад Ну не назад Крюка дам И все И это И до машины Нет Ни хрена Я дошел Получается 6 километров Мой маршрут сегодня Будет составлять Нормально Это спринтерская Дистанция Но надо понимать Для любителя Который 100 лет На лыжах не стоял Ни спортсмена Ни разу Ничего Ноги помнят Могу Перекур Повызываю Сейчас на двоечке Поработаю Может кого услышу Тут В принципе Открытое Ну пол Можно сказать Так с натяжкой Я полу Открытое место Я здесь Получается Ну я действительно Очень высоко Тепло-Огаревский район Это вообще Самый высокий В России Ну вот В плане Естественного ландшафта Самый высокий В России район То есть Все остальные ниже Ну не будем считать Всякую вот эту Ссанина Типа Воробьева и Гуара Вот эта Ко-Ко-Ко Это все ссань Я имею ввиду Вот естественный Абсолютно ландшафт Вот все Вот все остальные ниже Отсюда на УКВ Работать просто Вообще эпик Сюда и приезжают В общем-то Периодически Воронежские Если мне память не изменяет Курские Липецкие Сюда могут прискакивать Я забыл Ну Трещук сюда ребят Прилетали Трещук-Трижук Воронежские Сюда прискакивали Где-то здесь В Раево Они прискакивали Ну короче Вот Действительно Это очень хорошие места Удобные Значит Чего Раза 71005 Находится В Советском В Щекинском районе Город Советск Ну не сам город Конечно Пригород Ну даже не пригород Загород Ну в общем Ближайший населенный пункт А нифига Ближайший населенный пункт Это какой-нибудь Коровики Наверное Ну ладно В общем Раза находится там Он ниже Ну как ниже Там Такой Пригород Сама зона Ну в общем Там можно найти Там так же Вот березки Там можно найти Но я все это Все это покажу В будущем Можно найти Все Все хорошо Отдыхаем Немножечко сейчас Проветрюсь Чуть обсохну Ну так чуть-чуть Чтоб не замерзнуть И поскакал А все Кстати Рука высохла Она была мокрая Просто высохла Под ветром Обветрилась Лишь бы не потрескалась И уже не так холодно Спокойно уже Не потряхивает Не обжигает Все Отдыхаем Курим И В обратный путь Потихонечку Вот Хотел туда На заправку Выходить не получится Придется выходить Вот к этому зданию Слишком вверх Вот оттуда Круга поднялась Вообще жуть Я вон оттуда пришел Значит Вот там Ну В направлении Юг Ну Очевидно С южного направления Сначала Значит Шел Ну думал Проклятое место Тут Шутят местные Тут проклятое место Есть О блин Носом приходится Нажимать Стал говорить Про проклятое место Ну ты что родной Ну давай Наводись Не дуби О Проклятое место Стал говорить Про фуры И Камера вырвалась Прикол Вот и местный эфир Зашумел Сначала один хлопок Думал колеса взрываются Ух Вот так бывает И прямо сейчас Вот что и включил Запись Три подряд Хлопка ПВО Сто процентов Собака Прям так Мощно Хорошо Прямо Подряд Абсолютно точно Воз работал Все Бом Боюсь Что Ветер то в мою Историю Аккурат вбом С той стороны Ну ветер принес Ну не видно ничего Понятное дело Вот оттуда ветер принес Я боюсь Что что нибудь На голову тут рухнет Ну А тут Это Сколько тут Наверное 10 киловоль Может Это 30 Скажу Вот там Вот Хреново Видно Вот она Вот она Пожарка И на ней Стоит Мачта МЧС МЧС Мачта Которая Ретранслирует Ну вот я показывал Вначале Она вот там Повыше Вот И там на Ретрансляторе Работает Вот Понятное дело Служебные Частоты Ну послушать Можно Сразу Зашумела Бойка В рюкзаке Включена Палафетка Сразу Бойка Зашумела Походу Местные Начали Это Выяснять Что за дела Короче Стремненько Как бы меня Диверсанты Не приняли Хера себе По полям Чувак На лыжах И антенна Антенна Весь обледенел Как черт Действительно Задиверсант Ну ладно Близится к завершению Буду включаться Уже когда дойду До трассы Ну вот не знаю Вот на заправку Уйти Она вот чуть левее Ну вот желтая Ну тут не видно Вот там В общем Вот тут Заправка находится Где вышка Но я буду выходить Вот там Там просто Дорога точно Абсолютно По этой дороге Мы выезжали Из поля А заправка Она по лесу И там я Вот Когда по дороге Едешь вот так Там видно Что Ну очень плохо Облина Там сухостой Очень высокий По пояс Ну то есть Он и там И культуры-то нет То есть Вот тут Сухостой Вдоль посадки Едет Там не пройдешь На лыжах боюсь А вот там Вот тут Дорога Она вот даже Видно просто Вот Поэтому Выхожу К этому зданию И чешу КОНЕЦ